Скажите мне, пожалуйста, как у вас будет ласка, чем это может закончиться? Я стараюсь учиться, я же человек. Хочу разуметь украинскую мову. Я же человек, я должен стремиться вперед. Если я застряну у себя, то я уже не знаю, каким будущее существо. Я хочу развиваться, хотя я старый. Этим я отличаюсь от тугодумок. Я не хочу быть тугодумным. Я хочу быть умным, развитым человеком. Замечательно, Марат. Марат, это будет зависеть от хода боевых действий. А очень тяжело, очень много факторов. Вот вы могли себе так представить, что вот так больше года пройдет в боевых действиях, и вот это оно будет вот такое вот. Никак. В голове не укладывается. Марат, одну секундочку, я сейчас только отвечу на телефон. Если можно, не кладите трубочку. Ну, не суть. Вот мы же не могли себе даже представить, что так пойдут боевые действия. Это безумие. Я полностью с вами согласен. Вот смотрите, я вам покажу просто, чтобы вы поняли. Два славянских народа уничтожили. Вот это вот, это обломок снаряда Града. Вот это вот я поднял в своем дворе своего дома. У меня дети эвакуировались под обстрелы Градов. Буквально там на третий день войны. Ну, не суть. Мы не могли себе представить, что вот так пойдут боевые действия. Очень тяжело предвидеть, как это будет. Мы ожидали российское наступление, в том числе и на Харьков ожидали. И даже определенная подготовка была, ну вот в частности, я вместе со знакомыми, вот у нас была определенная подготовка на случай, если пойдет массированное наступление на город Харьков. Ну, не случилось большого наступления, оно пошло не так, ну российское зимнее наступление, пошло не так, не там и в общем, как-то в общем совершенно не так, как мы думали. И кого вы в этом происходящем обвиняете? Ну, как кого? Кто напал? А почему он напал, этот злодей? Ну, потому что злодей. Ну, грабитель, ну по факту же Российская Федерация присоединила, просто по факту. Мы же не можем, как бы, ну, рассуждать в той области, где мы не знаем. Есть факты, Российская Федерация формально присоединила четыре области. Ну, правда, еще, как бы, без Запорожья, без Херсона, ну, точнее, с Херсоном, но потом убежали из Херсона. Не полностью, да. Не полностью, да. Да, и Донецкая область не полностью, даже немножко не полностью и Луганская область. Как вы думаете, почему Луганская и Донецкая область не хотела быть в составе Украины? Тут, скажем так, ошибочный сам этот тезис. Откуда вы об этом знаете? Что они не хотели? Ну, они, как вам сказать, после Майдана, они же не согласились с решением Майдана? И? Откуда вы знаете, что они не согласились? Ну, все с интернета. Ну, я понял. Ну, в интернете есть, что вечный, вы же знаете, что вечный двигатель невозможен. Нет. Ну, есть очень много роликов про вечный двигатель. Если вам показывать ролики про вечный двигатель. Подождите, нет, нет. Ну, много роликов, да. Я вас понимаю, нет каламет. Ну, после конца 2013 года и начала 2014 года, после произошедших событий на Майдане... Ну, все жители Луганской области по-вашему не согласились? Дайте мне сказать. Да, 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 пожалуйста. После произошедших событий, жители... Кстати, был Майдан, вы сами понимаете, это действие незаконное. Вы согласны с этим? А разгон Майдана... Подождите, как? Он же начинался как мирный протест. Да. Граждане Украины имеют право на мирный протест. И совершенно незаконно были разогнаны и сбиты студенты и майдановцы эти. Подождите, а не подавали заявку на проведение? А у нас не надо подавать заявки. У нас конституция есть, которая гарантирует свободу собраний без оружия мирного. У нас конституция есть. Хорошо, понятно. Главный закон. Я вашу конституцию точно не знаю, поэтому спорить не буду. Я понял. В коридорах Кремля я не хожу. Я сижу у себя в квартире. По прошествии 60-го года, по прошествии всего того, что происходило у меня на глазах, я сужу и высказываю только свое мнение. Я понимаю. Оно может быть и неправильным. Я вам даже больше скажу. Это ваша страна, которая оккупировала, аннексировала Крым, постоянно показывала вам, почему это можно было сделать. И потом, почему можно было захватывать, дестабилизировать Донбасс, Донецк и Луганск. Ну, как-то так. Ну, хорошо. Пусть вы... Это ваше мнение. Я услышал. Я вас услышал. Ну, как-то так. Просто если бы это все происходило бы без вмешательства российской стороны, вот нету, российская сторона не вмешивается в эту ситуацию, не дает оружия, не показывает это все по телевизору Донецку и Луганску, не вводит войска. Вот тут стоп. Да. Дальше продолжаю я. Пожалуйста, пожалуйста. В 2014 году, после приказа Турчинова, украинские войска пошли на восток. И они там всегда были. Украинские войска всегда были. Объявил по приказу. Ну да, антитеррористическую операцию, да. Разве могут быть целые областя, мужья, жены, дети, детки, бабки, девки, парни, детки, маленькие мальчики, девочки террористами? Нет, не могут быть. А вот российские террористы, которые туда пришли делать Донецкую и Луганскую республики, могут быть террористами. Ну да. Я это в Харькове видел, как у нас это все происходило. Как завозились автобусами россияне, и Моторола Арсений Павлов, гражданин Российской Федерации, у нас в Харькове сначала засветился, а потом уже поехал в Донецк. Это потом он уже обстреливал мирные улицы под Донецком, говоря о том, из гранатомета, что он тут разбудит местных жителей, которые сейчас спят. Ну как-то так. Хорошо, хорошо. Я, нет, давайте, просто выслушивайте мнение друг друга, спорить не хочу. Ну просто по факту, Арсений Павлов обстреливал улицу. Наверное. Из гранатомета с мирными жителями. Там дома, обычные частные дома. Я там не был. А, вы там не были. Ну вы же... И вы тоже не были. Секундочку, подождите, секундочку. Ну я был на Донбассе на самом деле. Ну рядом с Моторолой. Рядом с Моторолой не был, ну в Харькове на площади, может, был, но я его не видел сам. Ну вы же свои выводы делаете на основании видео. Да. Ну то есть одни видео вы смотрите, а другие вы не смотрите. Я смотрю двух подоляков, Юрия и Михаила. Ага. Я смотрю в вашего говорящего голову. Ну, конечно, его не стоит даже смотреть. А, Арестовича. Да, Арестович. Арестович. Вот. А вот Юрий Подоляка, он же ведь лгал насчет начала спецоперации. Он же рисовал карты, что Харьков окружен. Это же была ложь. Вы забыли об этом? Он ничего не рисовал. Ну, этот Юрий... Мужчина. А, Подоляка не рисовал карты. Нет. Нет? Не рисовал, не показывал у себя карты. Давайте так, давайте так, пусть он рисовал, пусть он рисовал. Это ваше мнение. Ну, нет, он просто показывал видео, я его смотрел, он показывал карты, где Харьков полностью окружен. Харьков, Суммы, его родные. Ну, такого не было, правда ж? Вы так думаете, что это... А, вы не знаете. Этот ролик я не видел. Вы этого не видели. Я же говорю, вы вот что-то видели, что-то не видели. Вы смотрите Скотта Риттера? Нет. А жаль. А жаль. А, кстати, Скотт Риттер тоже в начале войны, как он обкакался, извините за выражение, с прогнозами. Я заинтересовался, и я, чтобы проверить Скотта Риттера, мне рассказывали несколько месяцев назад, я услышал в чат рулетки, общаясь, это имя, Скотт Риттер. Я взял в Ютьюбе, набрал Скотт Риттер, и я взял, и думаю, интересно, что этот человек говорил в первые дни войны? Вот какие у него были прогнозы, насколько ему можно было доверять? Ну, как-то так. Хорошо, в первые дни. А вот через год что он говорит? Ну, так он что, стал уже другим Скоттом Риттером? Нет. А, нет. Ну, вот достаточно просто проверка такая, что он говорил, что говорил Юрий Подоляка, и что говорил наш Подоляк в первые дни войны, и сравнить. И можно сказать, кто чего стоит. Якова Кедми тоже смотрите. Тоже смотрел Якова Кедми, да. Понятно. Кстати, у вас этот Жданов, вот Жданова я смотрю, вот он, он правду говорит. Замечательно. Я вам хочу сказать, что Жданов несколько лет назад, по-моему, лет пять назад, была передача с ним, и он рассказывал в том числе про мое оружие, про мою установку, ему за это спасибо. В передача была... Вы занимаетесь оружием? Да, конечно. Дистанционное управление, радиоэлектроника, дистанционно управляемое оружие. Системы дистанционного управления оружием, это то, что бережет наших солдат и воспитывает, уничтожает оккупантов, конечно же. Он там, мы, я сделал дистанционно управляемую установку для гранатомета, и он ее в передаче обсуждал. Подождите, гранатомет, как можно управлять гранатой, если он... Гранатометом можно управлять. А, самим гранатометом? Самим гранатометом, да. Но гранатой тоже можно управлять, и минометной миной можно управлять. Сейчас есть такие системы, что мина достигает высшей части своей траектории, она же по параболе летит. Ну, если особенно сопротивление воздуха не... Да. Смотрит потом вниз, передает сигнал или... Оператору. Оператору выбирает цель и высокоточно поражает цель. Ну, это, наверное, очень дорого обходится. Это очень дорого, но это... Это же спасает минометный расчет. Потому что выстрел, задачу можно сделать одной, двумя, тремя минами. Не постоянно вести огонь, когда минометный расчет, он же подвергается опасности, его же могут накрыть ответным огнем. Когда надо много мин выпустить по позициям противника, а когда небольшим количеством мин... То есть для нас самое главное это жизни людей. Сохранить жизни людей. Ну, как-то так. Понятно, понятно. Ну вот, обменялись мнениями. Хорошо, Марат, я уже тогда продолжу работать. Продолжение следует...